В каком году-то это заложили? В 70-м. В 70-м? Они ее что, в землю закопали? Или под камень положили? Нет, в стену райкома партии. В стену райкома партии? Я одежда в райкома партии был. Ну вот вы и не знаете. Нет, не знаю. Уже без 10-ти. Давайте не собираемся, идем в дом. Одевайте, одевайте. Мужчины одеты. Сегодня мы будем производить вскрытие с посланием в капсуле коммунистов 1970 года коммунистам 2020 года. Ровно 50 лет наши товарищи заложили нам послание. И мы сегодня узнаем, что они нам пожелали. Вскрытие будет каптуру и производится в досуговом центре в 16.00. А сейчас я что-то не вижу. Кто у нас там должен этим заниматься? Пора уже приступить с вскрытием мемориальной доски. Поздравляю вас от всей души с огромным удовольствием по поручению местного верхотурского отделения Свердловского обкома Центрального комитета коммунистической партии Со столетия со дня основания Верхотурской районной партийной коммунистической организации Вскрытию мемориальной доски Приступить! Приступить! Центрального комбината комм bypass Центрального коммунистического оккупатής Доставай! Субтитры создавал DimaTorzok Наташа! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отзывая опыт в области сохранения, возрождения, изучения и развития народных и художественных промыслов и развития туризма, в городе Верхотворье состоялся в открытии рода народных и художественных промыслов Калинин-Цах. Проект предполагает создание образовательного, панистического и выстроенного центра Верхотворья. Площадкой для него стал памятник культуры, бывший кубеческий юн XIX века, расположенный в центре города. По той минуте будет открыто несколько мастерских, которые проводятся в мастер-классах, продавчарные мастерства, таксные мастерства и республициям. Вот что это вы сейчас в руках держите? Это у нас капсула с посланием к коммунистам 1970 года к коммунистам 2020 года. Вот сегодня мы вскрыли эту капсулу и сейчас она будет зачитана. Это у нас был очень красивый зал народа, никому не без различных судьбами, которые есть. Но они очень хотят узнать, что уже там все-таки было написано в этом послании. И когда в 2015 году писали нам это послание, никто даже и не мог подумать, что уже того государства, в котором они жили, в шестой страны уже не будет. Так что давайте готовимся. Что там написано? Здесь написано вскрыть в 2020 году коммунистам 2020 года от коммунистов 1970 года. Город Верхотурья. Учудок. Аплодисменты. Парма со дня образования Верхотурской районной партийной коммунистической организации объявляю открытым. Великой кровотной Парает Женщинской мотой, Верхотворья, Верхотворьях и Верхотворья, Верхотворьях и Верхотворьях, Дорогие друзья, сегодня, 7 февраля, мы собрались на торжественное собрание в Центре культуры где ровно 50 лет назад на торжественном пленуме верхотурских коммунистов было зачитано и принято обращение к трудящимся районам и поколению 2020 года и с подписями участников пленума это обращение было уложено в капсулу мы смогли установить только трех участников того пленума но вот сегодня еще и четвертый объявился это поколуева Анастасия Александровна которая была в составе делегации от завода коньков Алексей Спиридонович Паньков обещал приехать есть Алексей Спиридонович здесь или нет? Не прибыл похоже, что нет, да? Он вчера мне обещал Алексей Спиридонович Паньков, инженер-строитель, начальник участка Басстрой в настоящее время почетный гражданин Новояринского района это он участвовал в закладке это они, значит, то, что мы расколупывали сегодня это все делало... и очень, кстати, было сделано качественно строители Басстроя он с 1966 года по 70-е построил в Бархатуре всего за 4 года представляете? Районную больницу, дом культуры, гостиницу, банно-прачечный комбинат пристрой к райкому КПСС и все вот это дело рук этого человека Панькова Алексея Спиридоновича участвовал в работе пьенума и железнодорожник Геннадий Васильевич Щатов который много, старшее поколение помнит, много раз избирался депутатом районного совета и вот здесь у нас должна присутствовать дочка Семеновой Клавдии Григорьевны коммуниста от партийной организации Райпотребсоюза она запомнила, была маленькой девочкой, но запомнила этот момент что это было тоже 7 февраля, как и сегодня что мама у нее была на пленуме что мама пришла, вся замерзшая, потому что был мороз и запомнила слова мамы, которая вот в тот морозный день 7 февраля ей сказала, ну вот дочка, наказ мы вам послали вот и сейчас вот этот наказ мы с вами зачитаем прямо вот даже не разворачивали, еще с трудом достали потому что тут все в парафине вот на ваших глазах я все разворачиваю пожалуйста показываю письмо коммунистам 2020 года от коммунистов Верхотурского района Свердловской области отмечающих 50-летие рождения своей организации сегодня мы отмечаем 100-летие рождения своей организации дорогие товарищи сегодня 7 февраля 1970 года мы, ваши старшие товарищи собрались, чтобы отметить славное 50-летие Верхотурской районной партийной организации юбилей партийной организации проходит в обстановке когда вся наша страна и прогрессивное человечество готовятся достойно встретить 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина великого вождя народа и организатора коммунистической партии Советского Союза сегодня, в день юбилея партийной организации мы, коммунисты, твердо заявляем что 50 лет партийной организации прожито не зря полвека назад была создана Верхотурская районная партийная организация в ее рядах были преданы делу люди они твердо верили в торжество идей Владимира Ильича Ленина не считаясь трудностями а порой со смертельной опасностью с оружием в руках защищали наше молодое государство первая конференция 5 февраля 1920 года избрала плену районного комитета партии в количестве 6 человек первым секретарем комитета был товарищ Ларичев Александр 20-30-е годы были крайне напряженными страна завечивала раны войны ликвидировала разруху партийная организация района направила своих коммунистов на самые трудные участки коллективизация притворение в жизнь ленинского кооперативного плана десятки коммунистов работают в деревнях и селах района нелегкая это была работа убедить крестьянина единоличника преимуществе коллективного отблизывания коммунисты комсомольцы словом делом и личным примером доказали крестьянину что его счастливое будущее будет только через коллективное хозяйство к 1940 году в районе было 60 колхозов за годы первых 5 лет получила развитие лесная промышленность стране нужен был лес районная партийная организация направляла на работу в лесные хозяйства своих представителей 1941 год война и снова тяжкие испытания легли на плечи народов советского союза более трех тысяч жителей района ушли на фронт отечество в опасности партийная организация делала все чтобы приблизить победу над врагом все для фронта таков был лозунг тех кто работал в районе 1945 год домой пришли фронтовики многие не вернулись с поля брани на берегу пруда в центре города веркатуре поставлен памятник павшим от живых мы веркатурцы свято чтим память всех тех кто отдал самое дорогое жизнь за то чтобы мы и вы наши потонки счастливо жили время шло вперед партийная организация как и прежние годы возглавила борьбу народа за новый подъем сельского хозяйства и промышленности в районе труд окупился столицей сегодня мы даем мясо и молоко хлеб и картофель лес и живицу канифой и пиломатериалы сборные дома и коньки мы строили и построили социализм наша мечта построить коммунизм и эта мечта превращается в действительность порокой этому являются все побеждающие учения марксизма ленинизма тысячи коммунистов районной партийной организации притворяют это учение в жизнь нам коммунистам не стыдно смотреть в глаза истории мы по силе своей возможности вносим вклад в дело построения коммунистического общества мы боремся за практическое осуществление ленинских идей а идеи ленина непобедимы они бессмертны дело великого октября все более ширится и набирает силу коммунисты 2020 года мы видим вас в здании коммунизма где не будет места человеческим страданиям национальным национальным потрясением военным трагедиям просим вас коммунистов грядущего 2020 года помнить что мы получившие наследство сову и нищую россию первые взлетели в космос построили социализм нет сомнения в том что дело начатое октябрем 1917 года будет в надежных руках коммунистов 2020 года да здравствует марксистм ленинизм да здравствует коммунистическая партия советского союза 7 февраля 1970 года письмо коммунистам грядущего поколения принимается единогласно ну и здесь вы дорогие товарищи как мы с вами говорили что подписи вернее список участников торжественного пленума Верхотурского райкома КПСС посвященного 50-летию районной партийной организации дорогие товарищи на этом список чтение списка мы завершили ну а содержание этого списка и все вот это значит наше мероприятие то что мы проводим в честь чего это мы уже наверное с вами будем обдумывать дома да всю ситуацию то что и представляете вот все эти люди только чтение значит одного списка сколько составило времени и они все были они были вот был полный зал это проходило тоже 7 февраля ровно 50 лет 1970 года в этом зале коньков Алексей Спиридонович уже видимо тогда получается этот дом культуры уже был построен в самом начале 70-х годов так сейчас у нас прибыл да первый секретарь у нас здесь в гостях тоже приглашенный из города Екатеринбурга Александр Николаевич подскажите правильно мы или нет называем первый секретарь первый секретарь областного комитета коммунистической партии Российской Федерации и врачом Александр здравствуйте уважаемые товарищи в основе коммунисты я хочу вам передать привет горячий от всей партийной организации Севдовской области от коммунистов всей севдовской области поздравить вас с этой знаменательной круглой датой которая неразрывно сиропом связана с двумя другими датами двумя другими юбилеями которые мы отмечаем в этом году всей страной это 75 лет Великой Победы и это 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина 100 с небольшим лет назад в семнадцатом году еще до Октябрьской революции наша страна находилась у края пропасти фактически она разваливалась на части уже украинская рада заявила о своих зависимости отваливался Кавказ Средняя Азия Дальний Восток Сибирь страна как плохо сшитое одеяло расползалась на куски и коммунистическая партия и именно Владимир Ильич Ленин смогли удержать нашу страну вместе объединить ее и превратить в огромную державу которую мы знаем как Советский Союз это великое дело которое сделала коммунистическая партия в годы Великой Отечественной войны когда мы столкнулись с угрозой перед которой не смогла устоять ни одна страна Европы перед этой угрозой встали на колени абсолютно все страны наша страна высояла она пошла против фашизма смогла мобилизоваться перевезла в тыл 1500 заводов поставила десятки сотни тысяч военной техники единиц и выбила зубы фашистской гадине мы победили с вами сейчас находятся негодяи агитаторы которые говорят что это все было независимо иногда даже вопреки руководству коммунистической партии мы с вами отлично понимаем что это чушь это глупость это пропаганда только благодаря тому что и народ и коммунистическая партия были вместе были едины и принимали правильные решения наша страна смогла выстоять и победить поэтому мы с вами наша страна существует в том виде в котором она сейчас есть и мир выглядит именно так как выглядит он сейчас благодаря коммунистической партии Советского Союза и тому наследию которое он оставил сегодня мы с вами зачитали письмо от коммунистов которые написали его 50 лет назад и оно конечно оставляет смешанные чувства с одной стороны товарищи немножко горько да потому что мы слышим напутствие мы слышим в этом письме надежды мы слышим достижения и понимаем что многие из этих надежд мы не оправдали многие достижения мы с вами не сберегли и конечно в Советском Союзе был один привилегированный класс это я думаю вы все со мной согласитесь это дети да сейчас конечно немножко другой класс привилегированный поэтому ситуация изменилась но это послание оно и вдохновляет в том числе потому что мы с вами сегодня услышали слова от людей которые писали это послание спустя 25 лет после окончания войны ведь вся страна лежала в руинах буквально в руинах а они уже спустя 25 лет все восстановили запустили Юрия Алексеевича в космос и добились высочайших высот мы можем у нас по-прежнему есть этот потенциал и это вопрос прежде всего конечно к новому поколению и мы я уже говорю от лица нового поколения говорю что мы постараемся сделать все необходимое чтобы наша страна процветала и коммунистическая партия сегодня были слова в послании сказанные в адрес коммунистов двадцатого года коммунистическая партия она жива она есть в нашей области две тысячи коммунистов сегодня здесь присутствуют товарищи из Верхотмургской партии организации наш депутат Денис Мастыкович встаньте покажитесь уважаемые товарищи хотелось выкручить сегодня восемь орденов вознаменования 140-летия со дня рождения Иосифа Виссариевича Сталина от имени центрального комитета за подписью Геннадия Андреевича Дюганова Центральный комитет коммунистической партии Российской Федерации награждает Зырянова Михаила Сергеевича членов Виктор успех создавание в Аплодисменты. 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 Спасибо вам. Николай Николаевич Ериневский. Спасибо огромное. Спасибо партию любимую. И это еще не все. У нас есть поздравления Геннадия Трича Дюганова за личной подписью. Тоже адресовано отделению Верхотурскому и Наталье Ванне. Сердечно поздравляю вас и вашим лицем всех коммунистов Верхотурья со столетним юбилеем вашей парт-организации. Вы – заметная сила, оказывающая реальное политическое влияние на население. Именно ваша кропотливая и самоотверженная работа, принципиальность и энтузиазм сплачивают сторонников наших идей. В этот замечательный день я от всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, сил, энергии, удачи и успехов в нашей борьбе за правы трудового народа, за социальную справедливость, за возрождение нашей великой Родины. Желаю в вашей организации прирастать новыми инициативными коммунистами, сохранять и приумножать славную историю и традиции партии КПРФ. Геннадий Андреевич Зюганов. Спасибо большое. Спасибо большое. А теперь слово представляется главе городского округа Алексею Геннадьевичу Лиханову. Дорогие верхотворцы, уважаемые гости, действительно, для сегодня для нашего города знаковое, такое знаменательное событие. Это наша история. Когда 50 лет назад закладывалось это капсула, люди, некоторые здесь присутствуют в этом зале, они верили, надеялись. И все, что изложено в этом послании коммунистам 2020 года, они действительно полагали, что будут жить при коммунизме последующие поколения и так далее. Ну, жизнь несколько по-другому сложилась. Но, наверное, были благие. В любое время, тогда, в то время и после этого времени, люди жили и живем мы сейчас с вами. Живем, слава Богу, здравствуй. И приятные воспоминания фамилии, когда мы слушали сегодня список вот этих вот людей, многих мы знаем. Кто-то здесь услышал фамилии своих родных и близких, кто-то знакомых, кто-то своих коллег, кто-то знает, знал тех людей, которые вписаны в этот список. И очень приятно, и у меня многие фамилии были на слуху. Я поздравляю сегодня всех здесь присутствующих в этом зале. Это наша история верхотульская. И вот с этой знаковой памятной датой я всех от зелы и души поздравляю. Желаю всем и верхотулью, и всем здесь присутствующим благополучия, удачи, успехов и крепкого здоровья. Дай Бог, чтобы это продолжалось. И вот эта история, она сохранялась в веках. И наши потомки помнили, что были такие люди, и знали и капсулу эту, и само послание. Мы сохраним в зале музея-заповедника, и наверняка она дойдет там достойное место для того, чтобы наши потомки могли ее прочесть и видеть. Как вы, дорогие друзья, уже поняли, у нас в гостях дорогие гости. Тимофей Федорович и Геннадий Андреевич. Если у вас есть что-то сказать, я бы очень вас попросила. Тимофей Федорович, пожалуйста, на сцену. Кстати, Тимофей Федорович лично вручал мне партийный билет. Я так помню, вы, наверное, его забыли. Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемые верхотурцы. Приглашение меня на вскрытие ампулы времени я расцениваю как попытку сверить деятельность руководителей района за тот или иной период с пожеланиями предшественников, которые высказали и изложили в письме полвека назад. Я возглавлял район с 1973 по 1982 год исключительно, работая первым секретарем верхотурского райкома КПСС, а партия в те годы по Конституции была руководящей и направляющей силой советского общества. Мы работали командой единомышленников по принципу «решение принимаем коллективно, ответственность несём единомично». В команду входили тогда секретари райкома партии Марков Юрий Акимович, Семёнов Геннадий Андреевич, Никонов Станислав Павлович, Вызников Фёдор Михайлович, заведующий отделами Целищев Николай Николаевич, Кузьмин Вадим Николаевич, Заведующий промышленным отделом Захарова Мария Николаевна, Байков Анатолий Петрович, Исупов Анатолий Пихонович, Председатель исполкома райсовета Киселёв Виктор Поликарпович, Секретарь исполкома Белогоуза Людмила Фёдоровна, Заместитель председателя Полин Илья Иванович, Начальник управления сельского хозяйства Каменский Константин Григорьевич, Руководители предприятий и организаций Вебер Эдуард Адамович, директор спецпрохлада Министерства сельского хозяйства, Юра Сергеев Фёдорович, директор химзавода, Лишица Михаил Маркин, директор веса завода, Корчонкин Василий Иванович, председатель рейпотребсоюза, Романов Степан Николаев, директор совхоза Корлюковский, Зотар Виктор Сергеевич, директор совхоза Красногорский, Шумков Анатолий Андреевич, директор совхоза Вангар, Тубицын Виктор Степанович, начальник лечебно-трудового профилактория, Жданова Мария Петровна, главный врач районной больницы, Семенитенко Сергей Семёнов, начальник ПМК-4 и другие товарищи. Касаясь истории, скажу, что предыдущие поколения, особенно первое поколение, Оставили неисплодимые ценности, их раны, оптимальную структуру в городе и районе. За период, что я работал с секретарем райкома КПСС, как бы ни относились теперь к партии России, скажу, что мне не стыдно за работу в те годы. Работая в условиях плановой экономики и централизованного управления, район жил полноценной жизнью. Основной задачей трудовых коллективов и районов в целом было выполнение установленных планов, и район неплохо справлялся с этими задачами. Лесозаготовительные предприятия заготовляли и отправляли потребителям ежегодно свыше 450 тысяч километров древесины, более 100 тысяч километров пиломатериалов. Завод коньков производил около 400 тысяч пар коньков. Химлесход добывал более 500 тонн живицы, а химзавод производил из нее продукты лесокими. Самхозы района использовали свыше 30 тысяч гектаров сельхозы в воде. 30 тысяч гектаров сельхозы в воде, в том числе 17 тысяч гектаров пашки. Выращивали зерновые на площади 10-11 тысяч гектаров. Содержали более 12 тысяч голов крупно-рогатого скота, в том числе свыше 4 тысяч коров. Сравните теперь, сколько находится в совхозах. Крупно-рогатого скота и коров. Я помню даже случай, когда Ельцин и Борисов избирались от нашего округа депутатами Верховной Совета СССР. Ельцин на встречу приезжал сюда, и в этом царе была встреча с избирателями. И он приехал с уральским русским народным хором. 45 человек было. Я помню, как он попросил каждому артисту вручить награду небольшую. Значит, презент. Это, значит, горшечек с кедровыми орехами. И у меня даже сохранилась фотография, когда он вручает вот эти все, значит, горшечки артистам уральского русского народного хора. Значит, были и курьезные случаи тоже Борисов Александр Васильевич. Значит, в общем-то, уважаемый человек в области. Но, когда речь заходила о деньгах на восстановление Хрестово-Сдвиженского собора, он мне так сначала между делом предложил, давай я вам взорвен. Но когда я сказал, что придут времена, и Россия станет побогаче, и храмы, возможно, будут восстановлены, он согласился, и, конечно, о взрыве речи больше не мелкнулось. Одним словом, значит, были разные ситуации в работе и в жизни. Жизнь меняется и очень быстро, но, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. В этом году мы отмечали 140 лет со дня рождения Сталина. И вот на грани была показана фотография, это где-то было в 60-х годах. Там была делегация от нашего города. И я приглашаю на сцену для вручения наград Александра Николаевича Ивачева. Комитет Коммунистической партии Российской Федерации награждает памятную медалью вознаменование 140-летнего дня рождения Сталина в связи со столетием Верхотурской районной партийной организации Лиханова Алексея Геннадьевича. Комитет Коммунистической партии Российской Федерации награждает памятную медалью вознаменование 140-летнего дня рождения Сталина в связи со столетием Верхотурской районной партийной коммунистической организации Жыкова Александра Васильевича. Еury государственник Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Васильевна conducted this with the director КОНЕЦ Праздничный концерт, торжественное мероприятие, посвященное столетию дня рождения Верхотурской районной партийной организации, объявляется закрытым. КОНЕЦ 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 И мы говорим вам сегодня. Здравствуйте, товарищи! История КПСС – это живая история Советского Союза. Впереди свои страницы мы ощущаем дыхание эпохи и видим неповторимую связь времен и поколений. А в истинных коммунистах сложно немало песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество. Вам, истинным патриотам, чья неиссякаемая энергия сердца не знает границ. Вам, кто не понаслышке знает, что такое ударный труд и героизм. Вам, чей девиз по жизни, труд, народовластие, равенство, мы посвящаем наш праздничный концерт. С праздником, дорогие друзья! С юбилеем! Небо темное синее, С юбилеем! С юбилеем! С юбилеем! С юбилеем! С юбилеем! С юбилеем! ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Обнагрется, так придется вскоре повстречаться. Жди меня, моя Маруся, счастье, все приветы. Скоро я к тебе вернусь, и весной так лета. В моревой туман, в моревой границах, И смеется так, улетает птицей. Улетай, голуба, песня, милая, да греша, Дорогое, золотое, передай, славиша. Жди меня, моя Маруся, счастье, все приветы. Скоро я к тебе вернусь, и весной так лета. Жди меня, моя Маруся, счастье, все приветы. Скоро я к тебе вернусь, и весной так лета. Нашу память о родной державе из души не вытравит никак. Хоть и льют глумливые отраву, правда все равно развеет мрак. И откроем память и мы дверцы о стране, явившей всем пример. Пламенем написано на сердце. Родина моя, СССР! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слышишь, это зовет нас время. Время движется только вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Мы уверены, что благодаря вашей энергии, оптимизму и нестекаемому вдохновению эта организация будет продолжать жизнь и процветать еще многие столетия впереди. Счастья, мира, благополучия вам и вашим семьям. С праздником! И сейчас мы приглашаем всех на общее фото сюда к нам на сцену. Пожалуйста, поднимайтесь. Пожалуйста, поднимайтесь. Пожалуйста, поднимайтесь. Дай поставлю прямо вот так, чтобы снять. Пожалуйста, поднимайтесь. Пожалуйста, поднимайтесь. Пожалуйста, поднимайтесь. Пожалуйста, поднимайтесь. Пожалуйста, поднимайтесь. Пожалуйста, поднимайтесь. Спасибо. А теперь будут танцы, пожалуйста, приходите, потанцуем, повеселимся, поем. Ждала-ждала, когда птичка выскочит. Не хочет, зараза. Что, туда надо идти? Он так снимал, я все снимал. Да я же не выключал камеру. Снимал? Ну, снимал, я все. Ну, ты же снял, я пошел. Нет, можно поделять, у нее прожить. Там, колоздовная для себя, ты сказал, что он в стопу и лучше заниматься. Включаю, на стену, в танцы, в бою, веселим. Все будет четко, не окажется? Ну, окажется. А, как там? А, нет. Мы это фотографируемся? Да, Леван. С капсулой давайте возьмем. С капсулой давайте возьмем. С капсулой давайте. С капсулой. Даже не бьет. Да, конечно. Вахар, ва... Вахар, ва... Спасибо вам большое. Я вам обозначил. Нам куда-то ее сейчас надо закрыть. Мы там будем все снимать. Ну, что, давайте поднимаемся там. Пойдем. Да, пойдем. Проходите. Второй этаж. Товарищ Стан, а вы что? Где угольки там? Боряй, подожди. Я сейчас поставлю. Так вот снимем. Сейчас, так. Да, да, немножко. Вот так вот. Вот, 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 вот. Вот он вычет. Давайте на вопрос. Вот так, да? Надо направить. Он всегда с молодыми, всегда. Да. Он такой, блядь. Он такой. Не ценит. Он такой. Не ценит. Да, да, да. Ай, ничего большое. Кто писал с вами? Я. Миша. Маша, меня зовут Михаил. Мне очень приятно вообще. Я могу вам обстанавливать? Я буду в благодах. Честное слово. Я прям в правду. Я очень...